всем привет ребятки всем привет привет я короче сейчас очухалась сидела за компом и вспомнила что последний свой приход в совенок в комиссионный магазин я договорилась что надо привезти вещи но я помню что сегодня а когда во сколько я не помню я забыла время чем я бегом-бегом собрала вещи иду в совенок сдать потому что они у меня годами лежат никто их естественно не забирает детей знакомых у меня особо нету в общем надо будет сдать собрала кофты ну такое теплое то что еще люди носят там весной вот не все конечно немножко 15-12 вещей посмотрим как это работает и работает ли это вообще в общем совенок находится вот на этой улице улице честно говоря даже не знаю как называется в простонародье называется конечной тройки раньше здесь останавливалась была конечная троллейбуса номер 3 в моем детстве поэтому с моего детства у нас закрепилось такое название ну я думаю брянцы поймут это недалеко от моего дома поэтому я в общем то не могу не бежать вот он совенок вот он он находится в районе детского этого господи советского рынка я надеюсь что меня примут потому что я забыла во сколько и так девчонки я короче пришла из совенка я так бежала вы не представляете короче и сейчас полчаса еще отлеживалась после этого лежания в общем как выглядит так передачи товара то есть смотрите они все записывают я сдала две кофты толстовки они поставят по 200 рублей берут они 38 процентов условия сделки 120 рублей на руки ну в общем вот как-то так две толстовки две еще толстовки еще две кофты еще две кофты короче жилетку комбинезон джинсы куртка комбинезон ну вот как-то такие цены и получается что если это все продастся то я там получу в районе может быть 3000 рублей за пакет но не знаю как способ продажи посмотрим договор заключается на три месяца и не знаю посмотрим как это вообще работает можно действительно не выбрасывать одежду не сдавать на переработку а получать хоть какую-то денежку глядим не знаю пока бабушка нам тут ваяет чехол для коньков из какого-то гобелена такого красивого с розами будет такая сумка для коньков надо держать до на длинюю лямку что-то плечо наливать вот чтобы нам было в чем носить коньки а то у нас супер волос я вчера брала пакет который раздрался в хлам вот он пока мы носили все у нас все очень так вот сломалась вот и будет вот такая сумка крутая так что вообще василиса тут решила что она паша повезла котят вот этих вот в поход у нее есть такая машина я покупала ее помню на авито эти машины family как он называется то господи family family sylvan sylvan family они стоят каких-то сумасшедших денег хотя у них не открываются даже двери а стоят они по три тысячи рублей но они конечно не убиваем и а все вот эти маленькие штучки я покупала ей нам нам не помню на какой-то праздник дарила и вот там котята у нее сидят в машинке на новый год да вот там вот машинки у нее вся семья сидит они приехали на пикник да круто а я отлеживаюсь после этих бегов василиса тут разыгралась у меня тут целая целый мир я не могу заставить себя встать сижу гружу шухарики василиса как будто в космос собралась рюкзаком с коньками ну все иди ну где каток у тебя вышли мы с английского часть 2 будем пытаться покататься на коньках сейчас посмотрю сколько стоит платный что-то птичек кормил да вот и посмотри сколько стоит платный каток вот там вот написали иди мне прочитаешь можно бы на нем покататься если у тебя деньги есть собой молчишь как как же ты собралась на коньках кататься без денег я тебе купила две пижамы классных билет на каток 150 рублей вот так пошли туда на бесплатный меня нет всего денег пойдем ну лучше получается гораздо взорвались хоть сегодня какие-то фотофиль нет Может, сыпьте рощник. Вечер у нас продолжается. Мы решили, у нас вот попался к нам вот такая вот история. Овсяное счастье. Набор для выпечки печенья. Отпечем дома. Мы уже пекли пироги, торт, еще что-то пекли. В общем, теперь у нас печенюшки. В коробке у нас было три таких вот вещи. Пакета, правильно Василиса говорит. Глазурь шоколадная, глазурь чутрусовая и сама смесь мука. Значит, тут нужно скачать программу с таким зайчиком. Он рассказывает, что делать. И, в общем, вперед. Значит, готовим тесто. Необходимые ингредиенты. Теплая вода. Размягченное сливочное масло. И замесите тесто. В общем, сейчас я буду включать зайчика. Не знаю, как нам его снять. А, наверное, сохраню с дисплея. Так что картинка будет узкая. Чтобы вы посмотрели, каков он. Он, на самом деле, очень классный. Такой рассказывает. Все здорово. Поехали. Итак, ребята, пока у меня скачивается программа с зайцем. Мы сегодня будем тестить вот такой миксер, кстати. Это 365 дней. Это магазин Лента. И стоят они что-то в районе 400 рублей. На самом деле он выглядит очень себе ничего. Мне его привез брат из Петербурга. Когда в Ленте были 50% скидки что-то на все. И вот у нас теперь есть вот такой вот классный товарищ. За 400 рублей. В общем, я сейчас его сипером покажу. Короче, вот в собранном виде он выглядит вот так. И у него вполне себе приличная скорость. То есть он нормально себе... Нормально. Не знаю, как он будет взбивать. Сейчас попробуем. Но, в принципе, вот так вот с виду он ничего. Василиса воюет с тестом. В общем, получилась вот такая масса у нас. Так как оно овсяное, со злаками там овсяное, шоколад, злаки. Сейчас будем делать... Не-не-не-не-не-не-не-не. Оставь, оставь пока. Пока оставь, зайчик. Сейчас мы их будем выкладывать на противень. И посмотрим, что у нас будет получаться. Молодец. Теперь делаем печенье. Нам нужен противень, смазанный маслом. Или застеленный специальной бумагой для выпечки. Нажимай дальше, когда раздобудешь все необходимое. Есть. Наливай. Угу. Наливай, наливай. Умничка. Так, все. Ставь бутылочку. Бери кисточкой его, размазывай потихонечку. Аккуратно с бутылкой. Размазывай по всему и по всему. Как кисточка, как будто рисуешь. Только надо по всему противнюю, чтобы наши печеньки не прилипли. То будем мы их потом отдирать. Будут все сломать. И они все поломаются у нас. Итак, еще стюрки? Стюрки не надо на дно хорошо промазать. Хорошо, хорошо. Хорошо промазала? Нет там свободных мест? Сейчас еще. Тут еще. Покажу каранку. Ну, отлично. Все. Давай. Все, это в мойку? Это все в мойку. Дальше. Сильно большие не бери, Василиса. А то печеньки будут очень большие. Это мне кажется небольшой? Небольшой. Смотри, будет всего пять печенек у нас, да? Отлично. Подальше его, подальше от этой печеньки отодвинь. Да, чтобы они друг другу не мешали. Что они друг другу не плепают. И последнюю печеньку. Сейчас печеньек у нас будет. Собирай все тесто, да. А я пока буду включать нашу духовку. Теперь аккуратно поставь противень в духовку и включай таймер. Печенье будет готово через 15 минут. Девчонки, я вам хочу сказать, что миксер за 400 рублей это офигительная вещь. В общем, вот так вот он сбил это все дело. И вообще классно. У меня есть такие стаканчики. Я покупала по 18 рублей. Или в ленте стоят, если я с этой дил. Лимонная жижа. В общем, у меня получилось что-то это жижа, это гуще. Не знаю, какое оно должно быть. Сейчас будем смотреть, что там зайцы нам дальше скажут. И какое оно должно быть. Вывод о миксере. Нормальный миксер за свои деньги. Вообще прекрасно все делает. Все взбивает, все нормально. Вывод с печеньями. В общем, такие красивые, как на картинке, они, конечно же, не получатся. Потому что получилась почему-то очень жидкая лимонная глазурь. Но оно вкусное, съедобное. И нам понравилось. Да, Василиса уже съела половину глазури? Посмотрите, какая чумазая. Вечер у нас заканчивается, как всегда. Василиса рисует под мультфильмы, под песни. В общем, у нас по большому счету 90% вечеров так заканчивается. Она рисует портрет вот своего Лол Пэтс. Оторвала ему голову. И рисует. А вам, ребят, спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписывайтесь на канал. Увидимся в следующий раз. Пока.